уточняем глазки я взяла более светлую пастельку и вокруг радужной оболочки делаю более более светлым прохожусь более светлой пастелькой немножко ярче дать блик и сейчас для того чтобы уточнить и более четко детали мы можем воспользоваться пастельными карандашами пастельные карандаши вот у меня вот такие пастельные карандаши есть вот такие пастельные карандаши их можно купить как в наборе так и по отдельности нам в основном нужно будет коричневый темно-коричневые там ну и основные цвета синий розовый зеленый голубой и черненький ну то сейчас беру вот такую коричневую пастельку и ей буду уточнять детали прорисовывать глаза чтобы получились они более аккуратные и четкие так вот немножечко покажем чуть-чуть идет века линии века вот так она у нас проходит немножечко как бы заходит на классик и внимательно просто вы изучаете смотрите как же идет вот эта радужная оболочка можно взять даже карандашик немножко темнее можно взять черный но черный обычно пастель редко бывает это скорее всего если вы возьмете угольный карандаш куплены и еще себе вот у меня вот такой черный угольный карандаш вот попробую сейчас более четко им прорисовать вот здесь где у нас идут реснички и где возле блика мы дадим более четкий черненький зрачок и немножко как будут идут вот так вот реснички слегка ресничками старайтесь не увлекаться чтобы у нас не получилось все глазки не получились как у куколки кукольными неживыми поэтому так слегка слегка и вот этим коричневым карандашом немножечко можно подчеркнуть века она немного как бы такой темненькая там глубине так уголочек глаза у нас немножечко в тени мы можем вот это место чуть-чуть за растушевать уголки так слегка и вот чуть ниже не прямо обводить как обводка вокруг глаз а чуть ниже идет линия вот этих нижних ресничек и очень мягко-мягко легкие мы можем потом даже слегка и притушевать чтобы они не были слишком яркими но вот это место спокойно мы затушевываем и второй тут же глазик нужно сделать одновременно возьмем черненький карандашик покажем посередине у нас идет зрачок вокруг блика наиболее темное место вот здесь мы тоже за штриху я так и опять коричневым карандашом дадим почетче линию глаз и века сразу покажем прежде чем будем реснички делать покажем века вот она повторяет века повторяет форму вот эту линии глаз и от века мы немножечко можем так что-то вести пальчиком мягко даже края приглушим слегка потому что глазки тоже имеют свой объем каких-то местах по краям как правило более темная так и вот здесь немножечко прорисуем линию глаз так нижние реснички они чуть-чуть не прям сразу под радужкой идут а немножечко отступили вот сюда буквально ли миллиметр и от него покажем легкие легкие реснички так и вот так вот немножечко белый пастелька еще раз чуть-чуть высветлим вокруг радужки более светленькое сделаем здесь мы можем чуть-чуть тоже приглушить так чтобы у нас вот это белый белочек не весь был белый а только ближе к самому зрачку края мы немножечко приглушаем тогда это создает эффект более живых глаз кстати говоря мы можем даже немножечко глазки добавить немножко какой-то тональности интересный скажем немножечко охры где-то вот сюда немножко немножечко так и еще опять таки немножко дадим чуть-чуть черненький особенно вокруг блика это то есть черный зрачок самое темное место и по верху дадим немножечко черненький контур чуть-чуть тоже ярче хотелось бы дать и вверх вверх этот темнее одну-две так вот пустим реснички немножко так не пересчитывая их с этой стороны и с этой стороны и с этой стороны вот здесь вот как бы вот заворачивается сюда века так и немножечко а сейчас еще чуть-чуть дадим чуть-чуть вот здесь немножечко ресничек так чуть-чуть уточним эту линию и нарисуем покажем немножечко как бы бровки идут как растут бровки вы можете в принципе и постелька можете экран и карандашом как бы по росту вот этих бровей волосков бровей коричневый можете немножечко черненького дать обратите внимание на бровки как бы что они выражают в данном портрете бровки как будто как будто они что-то спрашивают взрослого так и здесь также немножечко давайте сначала коричневым пройдемся а теперь можно черненьким и помогайте пальчиком слегка разотрите нам не нужны жесткие линии тем более у ребенка это должно быть все очень очень мягко и нежно края глаз мы можем тоже немножко вот здесь как бы так видна немножечко нижняя линия здесь и вот здесь а там как будто идет тень мы подчеркнем толщиночку нижнего века чуть-чуть можно сверх светлым светлой постелькой пройтись возле бровей немножечко скажем вот это место высветлить слегка слегка здесь и здесь так теперь мы можем взять чуть-чуть оттенить вот так вот как бы носик глаза вот это углубление и нас таким образом немножечко пойдет как бы носик начнет выделяться так а уголочки глаз мы можем немножечко высветлить еще светлой постелькой здесь и здесь так и вот здесь мы можем немножечко светлой постелькой потом разотрем подчеркнуть вот как идут у нас там бровки но здесь мы можем брать ну где-то чуть-чуть здесь так там уже угу уху 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 Продолжение следует...